всем привет это канаде с и сегодня я вам расскажу о новых животных которые были добавлены он exiles у нас появились кобра вожак и просто кобра этих животных у нас не было в качестве приручаемых были только они вот в природе но никаких яиц или возможности собрать их мелких не было до нынешнего обновления теперь у нас есть возможность получить вот такие вот яйца яйцо змеи после того как мы получим яйцо змеи мы можем с помощью земледелия в катки их спокойненько положить подождать время и у нас вылупиться вот такой вот детеныш кобры которого мы уже будем спокойненько вложить вот сюда в загончик и выращивать вот таких вот малышей вопрос о том откуда вот эти взялись помимо вот того что у нас добавились сами кобры у нас появилась возможность сделать вот таких гигантских змей змеи у нас такие тоже водились вот такие гигантские все их помнят они ядовитые красивые просто в природе они были такие черно-красного цвета но есть один минус вот этих змей вот таких змей гигантских что вот маленькую вот такую вот а гигантскую что вот такую большую вожака альфу можно сделать только платно нам нужно обязательно боевой пропуск его мы должны купить и на вот тут 18 уровне мы получаем рецепт который крафтится у нас вот здесь как большинство остальных животных вот с помощью колдовская еда и обычной кобры либо альфа кубры если мы делаем вот такую крупную змею вот бесплатно они никак не получается вот только платно к сожалению до минус но об этом чуть попозже сначала поговорим о самих кобрах которые доступны в семь ну хп у них конечно маленькая да они бьют я там но в качестве спутников наверное больше бесполезны и больше подойдут для того чтобы выращивать вот таких крупных но у нас сами разработчики еще не добавили никакой информации по поводу того где и как вообще их выращивать поэтому пришлось все делать опытным путем я поэкспериментировала и сделала несколько тестов я выращивал по 10 кобрах одновременно на какой-либо еде какая какую еду они в принципе едят это можно у них вот он таря посмотреть час так вот нас тут экзотическое плоть ты 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 вот эти кстати последние три готовые они в принципе не едят на них даже не растут поэтому я пробовал вот это все с тени цветом и без тени цвета на самом деле эксперимент меня немножко удивил потому что даже шанс без тени цвета достаточно высокий давайте посмотрим я выращивал на экзотические дичи и получил три вожака выращивая на идеальной вырезке с тени цветом я получила 4 выращиваю просто на дичи 2 на сырое жесткое мясо 4 на экзотической 3 на сырое жилистое 2 на сырое сочное мясо 2 и на плоть бездны 1 также у меня не получилось вырастить ни один ну прям вообще никак это жирное мясо с тени цветом сырая свинина осквернелое мясо с приправой мелкая дичь человеческое мясо с тени цветом и вот тут протухшие это было человеческое мясо конечно эти результаты ну это не таблица которая от разработчика но примерно достаточно неплохо как я считаю потому что 4 с идеальной вырезкой в принципе но вы только посмотрите экзотическая дичь h3 это без тени цвета найти где в принципе можно найти яйца на карте давайте посмотрим первое место у нас находится в сипермеру вот здесь вот рядом с южными вратами вот здесь вот залазим пробегаем вот первая кладка вот так выглядит кладка яиц следующим точкой будет являться тоже возле сипермеру только уже рядом с тюрьмой когда мы подходим вот сюда вот вот там вот вход вот сюда забегаем за камни и здесь у нас есть кладка яиц следующим местом спалом является рядом с крепостью клоэля вот здесь вот вот она крепость вот тут спускаемся вот тут кладочка из берем вот яйцо змеи давайте посмотрим следующее то еще место у нас находится вот здесь вот тут у нас стоит наш друг вот он такой гиеноподобный люд вот от него получается в эту сторону бежим тут стоит деревце вот такое вот забегаем дальше и видим вот тут кладка яиц дальше у нас более опасное место у нас тут охрана змея находится но вот здесь пусть и хаоса вот сюда подходим вот тут вот здесь за камушками лежат яйца ну и последним местом которое я нашла находится рядом с митрой вот тут вот где ищется жрец митре и жрец зато забегаем за этот храм вот тут находится одна кладка яиц это последняя кладка которую я смогла найти всего нашла я получается 6 кладок возможно они где-то есть еще появится в будущем если вы нашли где-то еще места спавна обязательно пишите об этом в комментариях ну а теперь поговорим уже о более крупных змеях о гигантской змеи вот такая вот змея получается из обычной кобры у нее 359 хп и и вот такие вот характеристики так характеристики сила 1 ну да как бы сразу видно что из обычной кобры из альфа кобра вот такой вот а у нас появляется альфа гигантская змея выглядит вот так вот а красиво у нее уже 1700 хп и характеристики сила 6 живучесть 2 выдержка 2 это с тем отчетом что она наносит еще и яд к сравнению я взяла себе вот такого крупного саблезубого тигра кстати вот это единственный первый раз наверное скин на животное которое меняет принципе само животное то есть превращает его в другое у него появляются характеристики все остальные скины они просто отменяли внешний вид а их характеристики как у обычного это достаточно интересный такой ход у саблезубого тигра давайте посмотрим сила 10 2 живучесть 2 выдержка я прокачала и одного и второго чтобы можно было сравнить чтобы действительно понять хороший это спутник или ну так себе сравнивала я животными да я не сравнивала с различными рабами долинси берсерки и так далее априори потому что им можно дать оружие и можно дать броню и можно даже дать дубинку это вообще не считается я сравнивала исключительно со спутниками животными будет ли он вообще достойным и либо ну так себе сравниваем по двум основным характеристикам возможность получения его в самом начале да мы можем найти яйца вот вообще просто пробежав по карте собрав их по карте совершенно спокойно в то время как саблезубого тигра мы обязательно должны либо сходить данж либо попасть в зимку что на первых уровнях ну сами понимаете достаточно сложно даже пробежать в данж потому что вам придется пройти целых два босса чтобы дойти до саблезубых тигров и второй критерий это возможность сражаться с боссами возможность наносить им достаточно сильный урон и справиться в одиночку в качестве примера я приведу вам бой вместе с самым известным в принципе самым известным вам боссом это чемпионом арены которые находятся в крепости клоэля и поскольку эта змея и урон она наносит в основном ядом я попробую ее еще испытать на тех боссах на которых яд никак не воздействует а именно на каких-нибудь скелета и посмотрим сможет ли она их убить погнали перед тем как мы начнем я сначала покажу о том какие характеристики вкачаны у меня во первых меня вкачан приоритет полностью до 5 и выставлена отличная выучка то есть у моего спутника повышенные характеристики у следуемой змеи 10 149 хп у меня получилось вкачивала я ее просто так вот ну как получится не особо придавала каких-то значений что-то вот кстати разработчикам стоит пофиксить очень тяжело заходить в инвентаре у нее лежит бульон это максимальный который дает ей хп-шку из того что у нее по параметрам у нее получилось все живучесть плюс 11 ну и разумеется все 20 плюс у нее аж 34 силы 34 без моих 20 это прям сильно с учетом того что она дамажит еще и ядом ну что ж теперь остался бой проверяем я вообще не буду влазить даже оружие уберу смотрим кстати так не очень сильно даже сносит итак чемпионка арена на свободу побеждена 6 300 хп из 10000 у нас осталось это кстати неплохо достаточно то есть у нас осталось даже больше половины нормально давайте проверять теперь на скелетах и так я сейчас нахожусь в безымянном городе вот здесь здесь у нас видите скелет те же характеристики тоже прокачка также 10 тысяч хп смотрим ну урон кстати вообще норм я кстати заметила они мало попадают по ней очень мало и промахиваются большинстве случаев не но это однозначно это однозначно победа как бы даже урон особо не получает он успеет восстановить себе все с полным практически хп совершенно спокойно но ради чистоты эксперимента я конечно же сейчас возьму еще и соблюзового тигра и проверю все то же самое но на нем начнем уже в обратном правда порядке сначала мы начнем с босса скелета который тоже тут находится в вг тот же самый характеристики у меня лично прокачаны абсолютно те же самые то есть также отличная выучка характеристики моего соблюзового тигра 26 он кстати в силе достаточно сильно проигрывает 14 28 16 у него вот плюс 2 к силе плюс 2 живучесть то есть вообще плюс 2 ко всему плюс 37 и плюс 10 к живучести я ничего не меняла как прокачался так в принципе осталось у него общая сумма 11 790 хп пойдем проверять а а а а итак наш тигр справился 11 170 хп у него стать ну его кстати покалечили ну намного серьезнее чем даже нашу змею у которой практически вообще ничего не снялось справился на самом деле как-то дольше как-то нападал тяжелее ну и силы у него на самом деле то меньше теперь проверим на чемпионки арене итак мы находимся у чемпионки арены это все тот же тигр 11 790 те же самые характеристики давайте проверять я думаю здесь даже проверка уже бесполезно она его убьет сейчас все наш тигр наш тигр просто погиб при то что у него тоже была самая лучшая это колбаска все погиб по сравнению даже с с обрезовым тигром которого достать тяжело змея просто шикарно с обрезовый даже не снял пол хп нашему чемпиону арены и отлетел так отдыхать почему в принципе так произошло во первых по змее все боссы я протестировал еще несколько просто не не вошли в видео они не всегда попадают это раз во вторых когда мы посмотрим на доспехи нашей змеи тысяча понимаете целая тысяча у нее доспеха в то время как у всех остальных саблезубого тигра было около 400 максимум 500 то есть разница очень гигантская как впрочем сама змея тем более достать эту змею ну вот просто пробежал по карте и там только в одном месте находится рядом гигантская змея которая может вам препятствовать все все остальные вот ну просто подойди возьми да вырасти при том что растить ее можно даже на том же самом простом дичи 2 из 10 на экзотическом 3 из 10 на экзотическом мясе 3 из 10 то есть нам даже не потребуется особо тени цвет мы прошлись взяли яйца и вырастили себе гигантскую змею а экзотическое мясо ну спокойно за куду он умирает в самом начале там 10 уровня даже не надо поэтому я считаю что это просто какая-то имба в принципе для начала особенно с учетом того что у нас теперь нет никакого именного раба который можно купить до у нас в пике мегка мазиса вот здесь вот убрали какую-либо в принципе покупку рабов поэтому я считаю что это змея это очень даже неплохого для начала так вот спутник ваш красивый есть конечно и еще очень интересные у меня идеи по поводу того как можно в самом начале получить себе достаточно неплохого спутника и этот спутник даже будет человек но а как это произойдет ты можешь подписаться поставить лайк в обязательном порядке и залететь ко мне на стрим я все там расскажу всем удачи всем пока